Слава Богу за прекрасные детей. Однажды одна мама рассказывала, как она была не в том настроении, когда сегодня мы показываем, а где-то настроение у нее было такое. И ее дети уже раздражали, задавали много вопросов. И она уже такая раздраженная их поставила, вычитала их. Они стоят перекураны и смотрят на нее, как у нее от криков, может быть, уже пена на бубах появляется. И она кричит на них и говорит, все понятно? Нет вопросов больше? Мальчик тянет руку. У меня есть мама. Ну говори, мама, а с виткой слюни берутся? И она говорит, я все растаяла. Этот вопрос меня просто обезоружил. Дитя смотрела мне в рот, говорит, прилетели слюни. И он не слышал, что она там кричала ему, не слышала, за что она его ругала. Он думает, откуда слюни берутся? И когда мама спрашивает, есть еще вопросы, он, конечно же, задал вопросы. Так что, слава Богу, что мы можем задавать вопросы. Вопросы можем задавать удобные и неудобные. И Господь любящий. Он не такой, как мы, что можем иногда быть в плохом настроении и раздражаться. Он любит нас, желает на все вопросы ответить. Бывает такое, что мы, может быть, не понимаем порой. И просто нужно подождать, нужно время ему дать. Сегодня бы хотелось мне с вами... У нас сегодня две проповеди, в этой во второй части. И они будут короткими. По программе «Коротким после» одета. У нас будет продолжение. И я приглашаю всех остаться. У нас будет семинарная часть. И, может быть, идеи, которые будут подняты во время проповедей, мы будем развивать дальше. Хотелось бы начать с истории, которая написана во второй главе Евангелия от Марка. где рассказывается о расслабленном человеке, которого четыре друга спустили вниз с крыши. Они не могли зайти, потому что было много людей, пришедших послушать слова Иисуса Христа. И они его спустили вниз. И вот с пятого стиха мы читаем, видя веру их, Иисус говорит о расслабленном. «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус тотчас, узнав Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Что легче, сказать ли расслабленному обращаются тебе грехи, или сказать «Встань, возьми постель твою и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель и вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видали». Итак, мы эту историю уже читали не раз, и видим, что Евангелие пришло в этот дом. Евангелие пришло в жизнь бывшего расслабленного человека. Он вышел из дома на своих ногах. Он был переполнен этой радостью. Но вот интересно, в этой истории есть несколько вопросов. Во-первых, когда Его спустили к ногам Иисуса, Иисус к Нему первое, что сказал, это «Чадо, прощаются тебе грехи твои». И, казалось бы, в контексте сказанных дальше слов, Он его исцеляет не для расслабленного, а исцеляет его в ответ на сомнения, которые он прочитал в сердцах фарисеев. То есть фарисеи, они задают вопросы внутри себя в мыслях, что он так богохульствует, кто может хоть прощать грехи, кроме Бога одного. И он читает их мысли и говорит, ну что вы так помышляете? Что легче сказать, расслабленный, ну встань, возьми постель твою и иди в дом твой, или прощаются тебе грехи твои? Они молчат. Но по-человечески я понимаю, что легче сказать, прощаются тебе грехи твои. Почему легче? Потому что никто проверить не может. Я говорю о невидимом мире, прощаются тебе грехи твои, а ты уже хочешь верь, хочешь нет, хотите верьте, хотите нет. Но я говорю, упростились грехи. Проверить нереально то, что я взял из невидимого мира и утверждаю, что там в невидимом мире это произошло. Но когда я заявляю, встань, возьми постель твою и ходи, то эти слова касаются видимого мира. То есть человек встанет и этим самым покажет, что мои слова что-то значат. Я не пустослов. Или не встанет, ничего не произойдет, тогда я пустослов, пустомельник, обо мне скажут и высмеют недобрые слова. Поэтому Иисус Христос задает вопрос фарисеям, что легче. И, конечно же, не дожидаясь ответа, он им говорит. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит о расслабленном. Тебе говорю, встань, возьми постель твой и иди в дом твой. То есть Иисус Христос исцеляет его, судя по тексту, не для него, в первую очередь. Для него произошла первая часть служения. Чада прощаются тебе грехи твои. И Елена Вай пишет об этой истории, что действительно на сердце у этого расслабленного человека, как камень лежал в грех, он давил его. Он мучился, осознавая этот грех. И ему именно было огромное желание примириться с Богом. Что с этим грехом делать? И Христос, видя сердце расслабленного, Он ответил на его самое сокровенное желание. Он простил его грехи. И, возможно, на этом бы закончилось служение, и, возможно, бы расслабленного понесли домой. Представим себе эту картину и такую. И расслабленный после прощения грехов был уже очень счастлив. Он получил прощение грехов. Когда мы приглашаем служителя, чтобы он помазал нас Илеем, или служителей, написано, если болен кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его Илеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. И если садил грехи, простятся ему. Что важнее в этом случае? Прощение грехов или исцеление на Илее помазание? И опять-таки мы взвешиваем разные вещи, да? Невидимый и невидимый мир. И когда Христос прощает грехи, то то, что происходит в отношении грехов, время, которое затрагивается, результат этого действия, затрагивается и простирается в вечность. Христос решает вечную участь человека. Исцеление – это временное. Потому что исцеление получил, но все равно он в конечном итоге умрет, как и все люди умирают через время. Опять от чего-то другого, может быть, заболеет. То есть временно он исцеляет этого человека, но в ответ на другую вечную проблему фарисеев они не верят. И им тоже нужно исцеление их сердец. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, говорит, расслабь ему, встань, возьми постиртую и иди в дом твой». Ради фарисеев, ради того, чтобы и они имели спасение, делается акцент, «Но чтобы вы знали, что я имею власть прощать грехи, что в невидимом мире происходят действия по моему слогу, точно так же, как и в видимом мире. Расслабленный встал, я верю, что он бы его и так исцелил, но он сделал акцент, «Но чтобы вы знали, я это делаю для вас, фарисеи, я также вас люблю, я хочу, чтобы вы тоже были спасены, вы тоже нуждаетесь в прощении грехов, я пришел именно для этой цели». И само имя Иисус получил он потому, что ангел сказал, «Ибо он спасет людей своих от грехов их». То есть Иисус пришел в этот мир для того, чтобы решить проблему греха. Грех – это то, что не пускает нас в вечность. Итак, что легче для Иисуса? Если для людей легче сказать «Прощаются тебе грехи твои», то для Иисуса Христа мы не можем сказать, что для него одно легче, другое тяжелее, для него одинаково. По силе простить грехи или исцелить человека. Потому что и за то, и за другое нужно заплатить высокую цену. Сколько заплатил расслабленный за исцеление? Нисколько. Откройте, если вы следите за мной, то откройте, пожалуйста, 9 главу послания к евреям. И 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Без пролития крови не бывает прощения. Когда Иисус Христос сказал «Прощаются тебе грехи твои», то это не Дед Мороз, который раздает подарки направо и налево детям, которые он купил в супермаркете, или там на складе бесплатно взял. «За каждое прощение грехов плата». Надо идти на Голгофу. То есть фактически, когда Он прощает грехи, да и исцеляет, потому что Он взял на себя наши немощи и болезни и понес на Голгофу. И исцеление и прощение грехов за это высокая плата одна. Жизнь Иисуса Христа. Он, когда прощает грехи, Он фактически подписывает себе смертных разговоров. Мы должны понимать, этот текст подчеркивает важность того, что делал Иисус Христос, когда говорил эти вещи. «Прощаются тебе грехи твои». Без пролития крови не будет прощения. Он платит эту высокую цену на кресте. Но здесь одно слово, которое меня как-то смутило. Вы не отходите здесь какое-то слово, которое вас может смутить? «Почти». Слово «почти» означает «все, но почти». Чего-то не очищается. И я не знаю, насколько я далеко в своих размышлениях зашел, но мое размышление такое, что когда и речь идет о посвящении здесь, в контексте сосудов Дома Божия, кровью очищались они, само святилище очищалось кровью жертвенных животных. И дальше в 23 стихе говорится об очищении самого небесного святилища, но уже кровью Иисуса Христа. то слово «почти» подразумевает, что что-то будет очищено обязательно, но не кровью. Были вещи, которые очищались не кровью. В Библии описано, что когда Израиль шел на войну, и если Бог не заклял тот город, а заклятие оно подразумевало все полностью уничтожить, ничего из трофея в себе не брать, то если Он не заклинал этот город, то можно было что-то из трофея взять. И люди брали эти трофеи. Брали глиняные сосуды, брали медные золотые сосуды, несли в дом свой. Брали что-то, может быть, еще из хороших одежд, что-то. И в этих книжах описаны законы, каким образом их можно внести в свой народ и пользоваться им только после очищения. И очищалось либо огнем, например, обжигались сосуды, после обжигания огнем можно было уже использовать их. Либо это были, если одежда, то их надо было омыть водой. Омовение должно быть через году, и тогда используют. То есть таким образом они как бы проводили эту границу, что ничто нечистое не войдет в народ Божий. То есть они это взяли из языческой среды, и оно должно пройти какое-то очищение. Огонь, вода. Как-то уже упоминалась одна идея об очищении огнем и водой у апостола Петра. Когда он рассказывает о том, что тогдашний мир был потоплен водой, а нынешние небеса и земля, это 2 Петра 3, 6, 7, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огнем на день суда, и погибли нечестивых человек. То есть было время, когда планета была очищена как-то водой, был потоп. Грех наполнил эту землю, и она была смыта водой, этот грех. Но нынешние небеса тоже будет очищена, земля и небеса, и она будет очищена как огнем. Есть третий вариант. Если не хочешь попасть в очищение водой или огнем, есть очищение чем? Кровью. То есть Христос предлагает сегодня каждому из нас принять прощение грехов через пролитую кровь. Грех по-любому будет уничтожен огнем. По-любому. Только сегодня есть шанс каждому из нас расстаться с грехом. Расстаться с грехом через исповедание. Грех тогда с нас снимается и переходит на Иисуса Христа. Этот грех будет уничтожен огнем. Без нас. Сегодня есть средство, которое может разделить нас с грехом. И мы войдем в Царство Божие чистое, благодаря пролитой крови Иисуса Христа. Но если мы не можем расстаться с Ним, с грехом, если мы Его бережем, Он для нас дорог, Он для нас приятен, то грех будет уничтожен, но вместе с нами. Амин. Эта планета будет по-любому очищена. Она будет очищена от греха с нами или без нас. Нам решать. Принять нам надо сегодня прощение Иисуса Христа. Нам решать. Итак, Иисус Христос прощает грехи. И здесь в послании к евреям, он говорит, все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И Ам подчеркивает эту идею. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой них правды. И чуть выше седьмой стих. Если имеем общение друг с другом, если ходим во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, но если исповедуем грехи наши. В двадцать третьем стихе говорится о том, что небо запачкалось. Двадцать четвертый стих. Итак, если образы небесного должны были очищаться, все меньше, небесное шел лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенного, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицом Божьим. Итак, мы говорим о том, что на земле очищалось небесное, земное. Но самое же небесное должно очиститься кровью Иисуса Христа. Каким образом мы запачкали небо? Когда мы исповедуем грехи наши, то наши грехи переходят в самое небо, во святилище. Сегодня Иисус Христос, Параклетус, то, что сегодня и Дух Святой Параклетус, утешитель, ходатай, Христос сегодня ходатай там на небесах. Как я уже говорил, они действуют в унисонах, те две личности. Христос ходатайствует там за меня. Христос предстоит за меня и решает проблему моего греха. «Я исповедовался, и грех мой переходит туда, с ним разбираются там, со мной разбираются там». Этот суд на небесах, который описан в Данииле 8 главы, для кого этот суд проходит? Для Бога этот суд проходит? Или для нас с вами? Или для Иисуса? Или для кого еще? Если для Бога, если мы представляем себе Иисуса адвокатом, как там и написано в послании Герее, он ходатай, то мы себе представляем грозного отца, судью, который сидит, и судью грозного нужно упросить, умолить. Ходатай, он приводит какие-то доводы, аргументы, чтобы судья принял решение, чтобы судья поменял обо мне мнение. И если мы так себе представляем суд, что суд нужен для отца, и отца нужно поменять его мысли, чтобы меня спасти или погубить, то сам Иисус отвечает на эти слова в Евангелии от Иоанна. 16 стих, 16 глава, 26-27 стих. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить отца о вас. В тот день будете просить во имя Мое, но я не говорю, что я буду просить отца о вас. Почему? Следующий стих отвечает. Ибо сам Отец любит вас. Ибо сам Отец любит вас. Сам Отец инициатор Моего пришествия сюда на землю. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он был сына Своего Единоборного. Нужно ли Его убеждать, чтобы Он меня полюбил, чтобы Он меня простил? Я не буду просить отца. Суд не для него. Отец и так все уже давно знает и решил, и видит насквозь. Суд и не для нас, потому что нас там нет. Нас там судят заочно. Для кого же там суд? Кто там собрались? Кроме отца и сына. Там кто-то еще есть? В 7 главе написано «Тьмы тем, тысячи тысячи». Написано «Судьи сели, раскрылись книги». Вся Вселенная собралась на этот суд. Вся Вселенная смотрит внимательно за тем, что происходит сегодня во святилище. Мы будем с вами судьями в течение тысячелетнего царства. Суд будет дан нам. Но сегодня судит кто-то другим. Вся Вселенная рассматривает вопрос, что происходит в сердце Володи Яроша. Да, он исповедовал свой грех. Да, его ходатайство пришло сюда во святилище. Но к этому суду привлекает всю Вселенную Бог. Без всей Вселенной Он не желает решать эту проблему. Каким-то образом Евангелие касается всей Вселенной, решает проблему план искупления не только согрешивших людей, но и план искупления затрагивает всю Вселенную, все небо не согрешившее. И поэтому, когда мы читаем Откровение, то в пятой главе Откровения поют и четыре ангела возле Прескола Божьей песни, которые, говорится, «Ты искупил нас кровью Своей». Искупление затронуло всю Вселенную. Таким образом, мы уже как-то размышляли с вами в одной из кварталов субботней школы. Сатана посеял сомнения. Мы, кстати, говорили в книге Иова. Сатана перед всей Вселенной оклеветал характер Бога. И перед всей Вселенной Богу нужно еще этот характер продать. Фактически суд не только над нами проходит, но и над кем? Над пороганным именем Бога. Над пороганной личностью Бога. Поэтому идет долгий процесс, чтобы каждый мог разобраться, каждый мог увидеть. Поэтому, когда читаем мы послание к Тимофею, слова, сейчас, секундочку, открою. 1 Тимофея 3,16 И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Бог оправдал себя в духе. Показал себя кому? Ангелам. То есть, задействованным на этом суде и ангелам, им что-то нужно было показать. Проповедан в народах и принят веру в мире и вознесся во славу. Поэтому сегодня судьи сели, они смотрят, вся Вселенная смотрит на то, каким образом решается проблема греха в сердце Володи Ярши. Да, он исповедовался, да, он принял Иисуса Христа в свое сердце. Но что дальше? Грех действительно покидает его сердце. Как это можно увидеть? Вся Вселенная пристально смотрит в какой духовный бинокль в сердце Володи Яроши, на его жизнь. Какой плод Духа Святого они могут увидеть? Это плод Духа Святого или дела плоди его жизни являются? Идея доказательства того, что в его сердце произошло очищение. Да и все почти по закону очищается кровь. И вот если сработала кровь в моем сердце, это должно быть видно в моей жизни. Сегодня Иисус Христос как бы защищает дипломный проект. Кто-нибудь из вас защищал дипломный проект? Учился? Есть кто-то в техникум в бумагах учился в училищах, в высших учебных заведениях. Что вы чувствовали? Вам нужно было комиссии что-то доказать. И фактически комиссия вселенского масштаба, я себе представил, когда я защищал дипломный проект, мне нужно было защищать свой проект Иисусу нужно было защитить, свой проект спасения человечества, спасения Володи Яроша. И вот он говорит, он принял меня. В его жизни сейчас начались изменения. Он расстался с грехом. Дух Святой действовал в его жизни. Вот посмотрите. Представьте теперь себя на место Володи Яроша. Вся вселенная внимательно смотрит на вас. Когда мы говорим о доктрине о святилище, то я всегда задавался себе вопросом, в чем ее практичность. Доктрина о субботе она практична. Соблюдай субботу. Доктрина о десятине она практична. Приноси десятину. Доктрина о свинине тоже практична что-то. Ну, не ешь свинину. Но пока мы говорим о святилище, она была теоретическая всегда. Ну, что там происходит? Ну, изучили 2300 вечеров и утром. Посчитали все. Что она дает нам? Я всегда задался вопрос, что мне это дает? Какая практика из осознания этой величайшей доктрины, отличительной доктрины нашей церкви. Единственная церковь в мире, которая говорит о том, что происходит сейчас на небесах. На небесах сейчас происходит решение участи каждого из нас. Христос служил на земле или был на земле 30 лет, 33 года, а на небесах он несет служение и ни днем, ни ночью не имеет покоя совершает служение уже больше 2000 лет. Разве это не важно? Что там происходит? Он говорит, я не буду пить от плода сего виноградного с этого момента, когда он принял вечеринку с апостолом не буду, пока не встречимся с вами. Он с каждым из нас хочет встретиться. Вся вселенная сейчас, когда он называет наше имя, смотрит внимательно. Меняется ли жизнь Володя Яроша. Для меня это трепет. Не ради себя даже. Тут появляется мне реакция, не будет ли стыдно Иисусу за меня. Потому что он фактически вручается за меня и говорит, вот в жизни Володи Яроша происходит изменение. Вот смотрите. И тут все смотрят Иисусу. Если станет стыдно, то мне настолько стыдно от этого, что Иисусу краснеться меня придется. Породом характер Божий может быть моей жизнью. В жизни Иова он не был породом. Мы потом продолжим эту тему после перерыва, после обеда. Пусть Господь благословит вас. Я бы хотел, чтобы этот акцент тоже переварили, что сейчас внимание всего неба для нас лично значит. божий. Божий божий